В известном сериале всегда солнечно почему-то в Филадельфии, хотя у США в этом плане есть вариант покруче. Американский город Юма известен как один из самых солнечных не только в стране, но и в мире. 90% ясных дней круглый год. Так что как минимум местным жителям явно понравится вот такая самоделка – облачный потолок с молниями. Ничего сложного, уверен автор и демонстрирует нехитрые компоненты. Полиэстер или пропилен, можно распотрошить одеяло, и две светодиодные ленты на суммарные 10 метров. Яркость лент 6000 люмен, ресурс около 50 тысяч часов. Для фиксации разные самодельщики предлагают клей, клейкую ленту или степлер. Переезд в новый дом – это гора коробок, покорение которой требует не только физических усилий, но и смекалки. По словам умельца, которого вы видите на экране, в его новом доме место для хранения нашлось над гаражом. Не очень-то удобно, так что вместе с сыном он спроектировал вот такой гаражный лифт, сердцем которого стал двигатель на 1,4 лошадиных силы. Теперь вверх и вниз без проблем ездят грузы в среднем на 250 килограмм. Вполне достаточно с учетом рисков нагрузки на стропила, которые явно видят такое впервые на своем веку. А дополнительный плюс к безопасности – система экстренного торможения. А эта кровать отлично вписалась бы в квартиру Дэвида Блейна. Со стороны кажется, что она парит в воздухе. Магию для повторения самоделки изучать необязательно, ведь фокус прост, опора намного меньше спального места. Увидеть ее можно, лишь заглянув под кровать, а уж если добавить подсветку, поток снимков в Инстаграм и прочие соцсети от большинства гостей обеспечен. К тому же такие проекты вполне по силам даже при скромном бюджете. Например, автор покупал доски по 12 долларов за штуку, а пятиметровая лента подсветки вместе с пультом дистанционного управления обошлась в 30 долларов. Старым покрышкам новые перспективы. Оказывается, в измельченном виде они помогают сделать бетон из переработанных материалов даже прочнее обычного. Еще из покрышек реально сделать топливо, которое не замерзнет даже при минус 52 градусах Цельсия. Ну а самодельщики с YouTube предлагают и покрышка мебель. Вот такой столик с подсветкой – отличный подарок автовладельцу или просто любителю автомобильной тематики. Ну а если зашло, на этом же канале есть кашпо, собачья будка и даже фонтан из покрышек. Если на участке нашлось место для пруда, например, с карпами кои, стоит взять на карандаш вот такие фильтры. Пусть и самодельные, чистят они как надо. Первый вариант, пишет автор, обошелся ему в 250 долларов, что довольно дешево и вполне подходит для прудов до 10 тысяч литров. Наполнителей полно на Amazon за 25 долларов реально взять мешок на 300 фильтрующих шариков, ну а бочка найдется в любом уважающем себя хозяйственном магазине. Другой самодельщик не отстает и предлагает рыбам еще больше комфорта. Помимо фильтра он поставил систему предварительной очистки воды и стеклянное окно 61 на 122 сантиметра. Продолжает тему левитации необычный фонтан. Его тоже по силам повторить всем желающим. Потребуется найти ведро либо другую емкость, камни, вполне подойдут речные, погружной насос, кран, жесткую прозрачную трубку из акрила. На видео ее длина 50 сантиметров, а внешний диаметр 20 миллиметров. Подробная инструкция с фото и видео лежит на сайте creativityhero.com, а готовая самоделка выглядит настолько здорово, что вполне смотрелось бы даже на магазинной полке. Красиво, забавно и с возможностью апгрейда, например, с помощью тех же светодиодных лент. Теплый во всех смыслах вечер у костра — отличный повод хотя бы на время отложить гаджеты и насладиться природой. Но есть нюанс. Серийные комплекты для костровых ям способны прожечь дыру в бюджете, потому что их ценник легко улетает за тысячу долларов. Так что многие выбирают путь самодельщика, а заодно снимают вот такие видео, собирая заслуженные сотни тысяч просмотров. Ведь костровая яма только кажется суперпростым проектом. В пылу строительного азарта легко забыть про дренаж, воздуховод и вопросы типа «что делать с оставшейся землей?». Итоговый диаметр ямы — около полутора метров, глубина — около 60 сантиметров. Ну а благодаря тщательному контролю собаки-бригадира все сделано не только надежно, но и красиво. Что-нибудь интересное легко собрать и во дворе. Как вам идея перголы с гамаком и экраном для проектора? Суммарно проект съел около 300 долларов, столько же стоит 50 чашек кофе в Starbucks. Мастера любезно выложили список материалов и надеются, что их работа вдохновит других, поэтому сняли не просто поток сознания, а практически готовую пошаговую инструкцию. Оба ролика, кстати, укладываются примерно в 7 минут, так что ухватить суть можно быстро. А гамак, кстати, выдерживает 204 килограмма. Самое то, чтобы после совместной работы насладиться еще и совместным отдыхом. Крыльцо и лестница знавали лучшие времена? Зовите этого мастера. Он снял целый цикл видео о превращении деревянного чудовища в красавицу, достойную шоу типа «Дом закрыт на ремонт». От поиска и выбора пиломатериалов до распространенных ошибок. Автор подошел к теме настолько основательно, что за скромные просмотры даже как-то обидно. Дело, кстати, происходит в Канаде, и толк в строительстве местные знают. Один дом из 600 тысяч переработанных пластиковых бутылок чего стоит. А мастер, кстати, работает и под заказ, чему многие канадцы наверняка рады. Продолжает выпуск мастер-класс по хранению гитар. Этот эпифон теперь живет в роскошном коробе-витрине с подсветкой. Причина весомая. Автор уточняет, что расписались на гитаре не кто-нибудь, а Линкен Парк, так что над коробом он поработал от души, использовав японскую технику обработки древесины открытым огнем «Шоу Сугибан». В классическом варианте техники нужно соединить три доски в треугольник, а потом поместить внутрь солому и поджечь ее буквально на три минуты. Ну а современный вариант – горелка или паяльная лампа, так тоже получится красиво. А этому мастеру среди прочих проектов отлично удаются качели. Вот такой вариант он сделал для соседа. Внимание достоин как минимум материал. Это восточный красный кедр, который в некоторых штатах США подрабатывает рождественской елкой. Плюс полное руководство по сборке качелей стоит всего 20 долларов, а на видео мастер показывает все основные моменты и даже напоминает простые правила этикета на лесопилке. А эти качели – благотворительный проект для St. Jude Dream Home Giveaway. Если коротко, это программа поддержки больных раком детей. Им и их семьям помогает жильем, питанием, оплатой проезда и прочим. Из интересных решений – пружины для лучшей амортизации и мощной цепи, которым не страшны и 363 килограмма нагрузки. Нидерланды – страна не только велосипедистов, но и крутых технологий. В 2017 году там построили километр дороги с использованием туалетной бумаги. Основной ее компонент – целлюлозу – извлекают из стоков системы фильтрации, причем настолько успешно, что избытки отвозят в Великобританию на производство биокомпозита. А в прошлом году Нидерланды лидировали по переработке пластиковой упаковки аж на уровне ЕС, так что и этот местный проект удивления не вызывает. Выбрасывать мусор теперь можно максимально технологично и гигиенично, а запасные мешки лежат в той же секции. На такую самоделку и 182 доллара не жалко. Искусственный газон – тема популярная. С 2020 года подрядчики сообщает о росте продаж примерно в 30%. Одобряет даже FIFA. И более того, в том же 2020 году больше половины искусственных газонов уложили как раз на спортивные площадки. На личном участке с ним тоже комфортно. Газон выглядит натурально и маскирует дефекты почвы, но не требует полива. Да и укладывается просто. В этом видео мастерам хватило всего четырех шагов и простейших инструментов типа лопат и канцелярских ножей. Финальный штрих – цена. Рулон газона под активные игры 5 на 1,8 метра обойдется в 50 долларов. Наконец-то я превратил свои откатные ворота в автоматические, доволен автор видео. Дорога в одну сторону занимает чуть больше минуты. Все-таки ворота весят около 250 килограмм и вытянулись на 4,5 метра. Управлять ими теперь можно с пульта на дальности до 40 метров, либо с кнопки. Когда мы купили дом, часть его террасы закрывал плющ. Мы попросили ландшафтных дизайнеров его срезать, и пространство стало выглядеть как чистый холст с огромным потенциалом. Объясняет ситуацию в описании к видео. И когда от соседей умельцам досталась вот такая решетка, проект сложился. Оставалось лишь ее обработать, обрезать и соединить. Теперь у посаженных плетистых роз есть надежная опора. Некоторые сорта, кстати, вырастают до 3 метров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова